Для начала этого ролика, дорогой друг, линись, поставь большой пальчик вверх по эдоте видео, и тогда у тебя тоже получится создать свой персональный порченный биом в своем багрянцевом мире. Почему бы и нет? Окей, как все работает? Для начала нам нужно смотаться кабанчиком в подземный мир. Лучше всего использовать демоническую ракушку, чтобы сюда протонуться, не пришлось копать через весь мир вниз, это очень долго. Он находится внизу, отличается избытком лавы и летающих демонов вокруг. Ну, в общем, короче, типичный Незер, что вы хотите. Теперь самое интересное, убиваем демонов, из них изытка выпадает кукла Вуду. Вот именно эта кукла вам и нужна. Вот так вот она выглядит. Классно, клево, интересно. После этого нам нужна одна из призывалок для механических боссов. Либо механический глаз, либо механический червь, либо механический череп. Что-то одно из трех. Приготовили, молодцы. Теперь отправляемся в главное меню. Здесь выбираем нужного нам персонажа. Выбираем, создаем какой мир. Правильно, испорченный мир, где есть испорченный биом. Вот так вот он называется. И выбираем любую сложность. Нажимаем создать. Заходим в этот мир. И здесь самое веселье начинается. Нам нужно отправиться в подземный мир. Либо используйте демоническую ракушку, либо копайте вниз, пока не упретесь. Теперь открываем инвентарь. Приготовились. Открываем инвентарь. Открываем инвентарь, я сказал. И нажимаем вот на этот домик. Вот здесь. Появляется список живых NPC. В этом списке вы должны увидеть гида. Если гида в этом списке нет, значит его успели укокошить. Подождите, пока он снова появится. После этого снова возвращаетесь сюда и бросаете в лаву вашу куклу Вуду. И готовясь к битве с боссом. Выползает босс. Вообще он появляется иногда с левой стороны, иногда с правой. Я советую стратегию по убийству этого босса с помощью динамита. Она есть на моем канале. Окей. Прогрессивная, дешевая, бесплатная. Главное, что не требует никакого особого оружия и навыков умения. Просто ловкость пальцев и никакого мошенничества. Окей. Призываем одну из механических боссов и убиваем. Кстати, бомбы легко собрать. Используемое видео. Там есть сид мира на 150 бомб. Которую вы находите там буквально за 5 минут. Чуть ли не на поверхности. Окей. Мы убили всех. Теперь начинается самая сложная часть. Нам нужно построить домик. Я вам покажу. Площадь домика должна быть 30 блоков. В нем должна быть как минимум одна дверь. Более того. Значит, сплошной задник. И сплошная стена без дырок. Также нужно один стол. Один стул. И один источник света. Это минимальная комплектация. Если вы сделали все правильно. То в этом домике поселится какой-нибудь NPC. Если вам нужно дождаться, пока появится NPC стимпанкер. Если в этом домике поселится другой NPC. Не расстраивайтесь по этому поводу слишком сильно. Постройте еще один домик. В моем случае сейчас приперется торговец. Я так понимаю. Да. По закону подлости. В конечном итоге все закончилось тем, что я построил барабанное дробь. 5 домиков. И только в пятом домике у меня появился стимпанкер. Вот он. И теперь нам нужно дождаться либо таких эвентов. Либо как Кровавая Луна. Либо Солнечное Затмение. Что-то одно из двух. Либо просто сидим на попе и очень долго ждем. Либо второй вариант. Используем Солнечную Табличку, чтобы призвать Солнечное Затмение. Затмение хорошо тем, что оно очень дешевое. В призыве это самый дешевый в призыве эвент. Все остальные призывать куда сложнее. На мой вкус. Поэтому используйте Солнечную Табличку. Как ее достать, я рассказывал в видео про то, как вызывать. У меня был гайд по Солнечному Затмению. Во время Солнечного Затмения. Стимпанкер продает так называемое пурпурное решение. В баночках. Нам нужно штук 100-200. Поэтому внимательно еще купите Клинтиминейтер. Так, на эту пушку у меня денег нет. Заследите за тем, чтобы вашего Стимпанкера не убили бы раньше времени. До того, как вы купите все необходимое. Так, убиваем. Покупаем у Стимпанкера то, что нам нужно. Да? Клинтиминейтер. Да? И еще соточку этих пурпурных решений. Чтоб было. Окей. Отправляемся в главное меню. Нам больше в этом мире делать ничего не надо. И отправляемся в наш основной мир. В котором мы собираемся создавать испорченный биом. И он так и называется. Порча. Да, создавать порчу. Так, вот видите, багрянцевый биом в этом мире есть. Так что все по-честному. Давайте снесем эту пустыню и сделаем здесь порчу. Для этого используем Клинтиминейтер. Он использует в качестве расходников так называемое пурпурное решение. Левой кнопкой мышкой клацаем вниз. И мы конвертируем блоки в испорченные блоки. Если вы конвертируете как минимум 200-300 блоков, появится новый биом. Порча. Видите, появляется новый задник. Это значит, что процесс тераморфинга прошел успешно. Во. Видишь, вот эти иглы на заднем фоне. Вот это и есть испорченный биом. Самое интересное, что в этом биоме спавнятся обычные мобы, которые спавнятся в порче. Здесь можно вызывать боссов, которые живут в порче и так далее и тому подобное. Также здесь находится замечательный магазин аккаунтов, включая GeronShop.ru, в котором можно купить дешевый-дешевый Майнкрафт и сотни других стимовских игр дешевле, чем в стиме. Там же есть новомодные читы под ваши любимые популярные игрушки и прочее, прочее, прочее. Там же еще я советую рандомные ключи, которых очень выгодно покупать, если вы собираетесь обзаводиться инди-играми в неограниченных количествах. Окей, теперь самое главное. Что я еще хотел сказать? В описании под видео есть ссылки на то, на гайды, как сделать другие биомы, потому что можно сделать и святой биом, можно сделать и багрянцев биом. То есть вы можете иметь и порчу, и багрянец в одном мире. Легко. И вместе с святым биомомом в комплекте. Почему нет? Более того, в святой испорченном биомом там тоже есть вариации, в которых могут спавниться редкие вариации. Например, там иногда в святой пустыне там могут спавниться какие-то редкие монстры, с которых выпадает какой-то редкий лут и так далее. Все это тоже есть на канале. Все ссылки в описании. Также не забывайте, что у нас есть второй канал под названием Герон, где выходят ролики по... А, Герон гайды, где выходят ролики по Майнкрафту. Там чуть-чуть осталось до сотни тысяч подписчиков. Так что смело подписывайтесь, чтобы не пропускать новомодные свежие новые читы, хаки и гайды по читам в огромном количестве. Просто, да, Герон без комплекса. До встречи!